а дорогие друзья здравствуйте сегодня формат нашего с вами общения это ответы на вопросы вопросы сегодня будут касаемо пластики груди и достаточно много я выбрал как мне кажется самые популярные те которые вы наиболее часто задаете и сегодня я на них вам отвечу ну и конечно напоминаю про ссылочку про под этим видео если вы по не пройдете сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию так давайте начнем какой размер груди можно сделать но все зависит от исходника поэтому это достаточно такой узкий вопрос который решается конкретно с каждым пациентом нельзя ответить на него общего скажем так кстати у меня есть ролики на канале посвященные теме пластики груди и по моему вот эту тему я тоже разбирал достаточно полно и рассказывал о том как мы планируем и на что мы ориентируемся чтобы говорить о размере груди и соответственно поэтому проходите по ссылочке смотрите там информации достаточно много но по поводу этого вопроса еще раз хочу сказать что все индивидуально и зависит от многих факторов включающих первично как выйдет грудь насколько растяжима кожа ну и соответственно сами размеры грудной клетки также учитывается при подборе имплантов но и соответственно после всех этих параметров мы можем уже сказать плюс минус на какой размер и на сколько размеров мы сможем увеличить ту или иную грудь ну те изделия которые мы сейчас устанавливаем силиконовые импланты самых популярных фирмах мировых они действительно достаточно безопасны потому что прошли много степеней как контроля качества так исследования были проект проведены которые исключают что данное изделие данный имплант вызывает какое-либо там хорошее осложнение или заболевание а кстати у меня есть на канале достаточно много роликов посвященных самим имплантом качеству этих имплантов были ролики по распаковке имплантов то есть переходите по ссылочке смотрите информации как мне кажется достаточно ну если правильно и хорошо выполнена подтяжка то это достаточно стабильная операция соответственно дающий стабильный во времени результат но конечно факторы разные влияющие на грудь имеют место быть и у каждого конкретного человека результат держится тоже разное количество времени все это зависит от его образа жизни от опять же возраста от качества кожи занимается он или не занимается физкультурой ну и конечно от размеров самой молочной железы с точки зрения жизни опасения то нет это операция не опасно могут ли быть какие-то осложнения конечно определенные осложнения могут быть я о них рассказываю на консультациях к сожалению никто от этого не застрахован то есть какая-то эстетика может пострадать скажем так других опасностей в принципе эта операция не несет но сейчас считается что все-таки раз 10 лет желательно имплант заменить поскольку длительное время находится внутри нашего организма и все равно вот эта оболочка насколько она плотно не была теряет свою барьерную функцию вроде как отмечается что даже силикон может через нечесть какое-то время проникать молекулу этого силикона ну а конечно надо каждый год посещать мамолога смотреть что у вас происходит ткани самой молочной железы не появились там какие-то дополнительные кисты или образование ну а если касаемо самого импланта то вокруг него организм создает капсулу защищающие мягкие ткани от самого имплант это нормальная реакция организма вот если эта капсула становится очень плотной и жесткой то вот это тоже одно из показаний чтобы этот имплант заменить и не обязательно там приходится иногда это делать раньше не дожидаясь десятилетнего срока да это основное ваше скажем так положение на кровати сколько поворачиваться на бок не рекомендуется вы находитесь компрессионном белье и спите строго на спине можно ли делать пластику груди при заболевании почек но это опять же индивидуально заболеваний почек много этой же степени этих заболеваний также бывают разные да поэтому каждого пациента это решается индивидуально насколько это заболевание серьезно опасно там ну и соответственно принимается решение можно или нет проводить плановое вмешательство при таком заболевание ну опять же поликистоз надо понимать насколько он выраженный поликистоз вы делаете обследование посещаете маммолога и потом после этого принимается решение о возможности проведения операции установки имплантата возможно ли нет все таки вы должны закончить кормление грудью после этого вы ждать определенный период времени там не менее 6 месяцев только после этого можно делать уже эстетическую операцию на молочных железах почему появляется растяжка на груди ну растяжка на груди как и на другом на любом другом участке тела проявляется после того когда увеличивается объем кожи там если мы берем молочные железы это возникает когда молочные железы увеличивается в размерах там на фоне лактации эластичность коллагена не выдерживает и происходит разрыв то есть появляются растяжки это уже можно сказать такие микро рубцы на коже которые формируются уже после того когда кожа можно сказать внутри на тканевом уровне грубо разорвалась то есть не смог ваш ваш эластичные волокна удержать кожу в том положении необходим для того чтобы она была цельная не поврежденная у меня есть кстати ролик посвященный растяжкам да вот там я более подробно описываю механизм их образования пожалуйста переходите по ссылочке смотрите до растяжки это неприятная вещь но с ней тоже можно справиться косметологическими методами ну либо если это планируется как это хирургическое вмешательство то во время эстетические операции также можно какую часть этих стри удалить так друзья сегодня поговорили на тему пластика груди ответил на ваши вопросы надеюсь ответы вас удовлетворили но если какие-то еще вопросы остались пожалуйста пишите в комментариях буду вам на них отвечать ну еще раз напоминаю конечно про ссылочку если вы по ней пройдете то сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию я вам всем желаю здоровья и удачи и увидимся в следующих выпусках